приветствую всех сегодня я вам расскажу о трагедии моего интернетовского друга у его суппорт шатается он не сказал и спросил почему он шатается но я решил помочь другу рассказать о том чего я что я знаю о шатании суппортов ну начнем с того друзья что суппорт крепится вот сначала покажу с этой стороны эти вот механизма а вот два болтика если они ослабли так или зазор появился зазор там здесь с этой стороны тоже вот видите два три ой два болтика вот он раз два три два может и а с той стороны друзья уй тут очень длинная шайба вот посмотрите она по всей по всему он по всей длине вот этой вот длине вот суппорта крепится представляете снизу и там болты снизу на ней стоять и вот все это первое крепление значит вот этого основного стола суппорта фартук здесь ни при чем фартук может вот на этих болтиках крепится и он может только сам по себе шататься мне друг не написал про это про фартук ничего не писал если значит вот этот суппорт вот этот поперечный у него шатается то тут друг совсем все просто видишь его болтик он толкает клинушек он специальный хитрый крым стоит толкает с той стороны точно такой же болтик он выталкивает наоборот ослабляет и вот тебе надо будет подрегулировать если здесь болтается а начнем с того если здесь болтается ты проверь вот эти крепления стоит с той стороны так значит если вот этот болтается то клин тут только клин клином этот вот точно также видал вот чик и с этой стороны вот видишь чик выдавливает клин надеюсь на эту тему тебе понятно это первый вариант почему может хребать второй вариант вот этот вот может хребать но у меня вот он них чуть-чуть хребает вот чуть-чуть это из-за того что винт вот этот винт он вот такого вида точно такой с ленточной резьбой но меньше диаметром и вот здесь в этом месте стоит маточная гайка бывает временной такой износ от времени гайка протирается потому что мы часто крутим представить и гайка под напряжением бывает крутим поймете гайка и винт поднашивается и бывает вот такой ход вот видите тут маленький но есть маленький-маленький а у него же два метра 8 сантиметру блин я забыл сколько ну короче это надо значит менять или гайку с винтом это второй вариант друг ну а третий самый главный все знают что такое трение вся вселенная состоит от трение трение это мать-творение но если вот этот вот вижу трется вот эта поверхность и вот эта прямая трутся да так а при трении изнашивается практически все предметы или вещи но кроме письки мужской женской они от трение на них трение в этом смысле не действует нету из нас а можете есть я не спрашивал спросите у анатомов этот вопрос не ко мне я предполагаю только и так вот я рассказал несколько способов трение вызываются специалисты вот это все шабрица фабрица мабрица хабрица а еще что только не делается специалисты знают я не знаю я ни разу не делал они снимают суппорт все притирают подгоняют замеряют центруют и говорят готово и опять же вот этому сюда тоже или уменьшается или подкладываются шайбы ну мало ли пластины то есть мало ли что делается это делают все специалисты и так мой уважаемый друг если я тебе объяснил что-то непонятно значит ты должен обратиться в другие инстанции которые более более плодотворно тебе объяснять которые лучше знают матчасть матчасть лучше чем я есть такие люди не спорю я не пуп земли я не утверждаю что я знаю слишком много я знаю меру того что мне было положено по моей профессии а поскольку я любопытный я изучаю тоже спрашиваю всех даже не они сам догадался правильно я когда-то это у кого-то спрашивал когда учился был у меня хороший учитель петрович фамилия крамор наверное уже покойный потому что когда я был зеленый сопляк после службы мне мало еще летов было ой годов он был уже 50 с копейками если он уже там на небеси смысле не работала кино небеси там то царство ему небесное хороший был учитель у меня а вот тот один человек я вот его не понял честное слово я сразу отвечу на второй вопрос сайте он мне сказал что вроде как вот это вот механизма моторчики все пневмо мухте относится я долго долго думал хотя вот эту ручку я знаю что это маточная гайка ой пневмо маточной гайки он сказал маточная гайка представляете она пневмо не имеет никакого значения и вы здесь я тоже смотрел смотрел возможно я что-то не знаю но где пневматическая шланга и шланга я так и нашел это вот кобелёчек электрически имею ввиду кубер так что я не понял его причем здесь пневматическая маточная гайка на других станках они возможны и есть я не спорю даже наверняка есть но мне за мою бытность токарем нему маточные пневмо гайки для сцепления вот с этим винтом не попадались только механически при помощи вот этого рычажка сайте вот так вот друзья чего не знаю того не знаю не понимаю сказал бы я нам постесняюсь но шо 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 еще вам ответить друзья я время тяну мне восемь минут только ушло на ответ не быстро ли это она вот это клиния клиния желательно если временами выдавливать почистите их и заново смазать понимаете потому что при движении вот эти движениях наших туда-сюда попадает туда смазки грязь поймите вот она грязь я ее не вытер почему-то по нескольким причинам или забыл или на положил на это каюсь сегодня протру вечерком ну все друзья я пошел свой токи бар сегодня у меня чай-чай-чай вот видите по красненькая лампочка сдохла сейчас я буду заваривать тебе чай и пить опять швити флюшками и с конфетами бананасовыми вот видите бананасовые конфеты ну слаб я на сладость друзья слаб честное слово что поделаешь вот с детства люблю эти сладости но думаю за 39 лет оставшейся жизни как-нибудь я отвыкнул от сладости а то мне говорят я вот иногда проходил комиссию у меня много сахара было я перед комиссией все эти целых целых неделю не ел никакой сладости не сахару не конфет вообще в чем даже даже символически содержится сахар я ничего не ел и сдавал комиссии представляете как я обманывал медицинскую комиссию но это не из-за любви к морю это из-за того что я там работал но спасибо за внимание я не буду вам показывать как я пью сегодня часть в эти плюшками эти плюшки я уже рекламировал пишите еще свои вопросы я буду рад вам ответить